Ярослав Гжиндович Эта книга, как и все остальные, многим обязана весьма немалому число людей, но особой благодарности заслуживает доктор Лешек П. Блажкевич из Варминско-Мазурского университета, который взглянул на нее с точки зрения человека, разбирающегося в космосе, астронавтике и астрофизике, и дал ряд бесценных советов автору, не обладавшему большими познаниями в данной области. Всем тем, что выглядит в этом отношении правдоподобным и возможным, Гелий-3 обязан ему. Что же касается неизбежных ошибок и нелепостей, то вина за них лежит исключительно на авторе, который не догадывался, что чего-то не знает и не задал соответствующий вопрос. Мы – небо для Луны. Джордана Бруно Запись 1 Дубай, август 2058 В городе что-то назревало. Вроде бы. Норберт сидел в тени, спрятавшись от ослепительного солнца, потягивал мятный чай, мысленно пересчитывал иссякающие сбережения и ждал, когда в толпе, толкущейся в узких улочках, кто-нибудь совершит нечто безумное. Или ужасающее. Или хотя бы заслуживающее внимания, что-нибудь. Пусть хоть кто-нибудь взорвет себя, проведет поединок на мечах или, по крайней мере, нагрузит двуколку так, что она поднимет осла на дышле, хоть что-нибудь, что на мгновение привлечет внимание тупевших и наполовину загипнотизированных пожирателей Меганета, обеспечив ему 5К заходов. После преодоления этой магической границы очнутся следящие программы спонсоров, и на его иссохший счет начнет капать струйка евро. Он ждал. Он был готов. Противосолнечные райбаны на его столике не привлекали ничьего внимания. Эффектные, влетно-итальянском стиле, они выглядели, как из киоска «Риалфейкс» в аэропорту Риада. Половина мужчин в окрестностях носила такие же. Его омнифон тоже не вызвал бы сенсации, даже если бы покинул свое место на ремне под рубашкой. Вшитых под кожу на тыльной стороне кисти и на шее имплантов вообще не было видно. Если бы что-то вдруг надумало произойти, ему нужно было всего лишь надеть очки и несколькими чародейскими движениями руки разбудить затаившиеся программы. А потом просто смотреть. «Риалфейкс» 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 Риалфейкс» «Риалфейкс» 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 «Мунир, да ты с ума сошел» «Не сошел, я знаю, что говорю. Бизнес есть бизнес. Десять кило и все. И так в два раза больше обычного. Ивент просто супер. Продаж порталом 15,4%. О чем вообще речь? В Дубае дали о себе знать братья смерти. Они похитили европейцев, будет казнь. Публичная в городе. Они плюнут в лицо Европе. И миру». «Пятнадцать и четыре процента? Время деньги, друг мой Норберт. Цена как для брата. Могу позвонить куда-нибудь еще». Жаркая волна внезапно сменилась дуновением из сердца Арктики. «Десять и один процент». Услышал он собственный голос. «Еще чего, брат? Пятнадцать сразу». «Согласен». Какое-то время он будто отгонял мух, активируя пейпасы и переводя деньги. «Пошло». «Через час. В самом центре Миносиахи. Под Эмирейдс Тауэрс у Фонтана. Избегайшие их Зейдроуд. Именно по ней их повезут». «Кого?» «Инженера из Харсон Электрикс. И биотехнолога из Генотроникс. Похищены на прошлой неделе из собственных домов в Гринс. Мне пора заканчивать. Вперед, друг мой. И найди место получше». «Все вокруг получили сообщение. У меня никаких шансов, какого черта ты велел мне идти на рынок. Из отеля мне было бы пятнадцать минут прогулочным шагом». «Все уже знают, что, но не знают, где. Братьям нужны зрители, а не армия. Сперва предполагалось возле дома шейха Саида, потому и рынок. Да прибудет с тобой Аллах». «Казнь». Норберт быстрым шагом тронулся с места, чувствуя, как его заливает пот и как колотится сердце. Казалось, будто оно подступило к самому горлу, словно он проглотил охваченную паникой лягушку. «Казнь». Кошмарное зрелище, с помощью которого братья смерти дадут понять, что уже творят в Дубай-Сити, что хотят, что договаривающийся и торгующий с большим дьяволом предателя мир ничего для них не значит. И вдобавок, что его дьявольский Дубайтек, дающий убежище противоречащим книге шайтанским экспериментам, а также омерзительный проект термоядерной электростанции «Аль-Касра», которая, вне всякого сомнения, является замаскированной бомбой, и позволяющей европейцам одним нажатием кнопки взорвать арабский полуостров, понесут заслуженную кару. К тому же неверные из «Хардсан Электрикс» и «Генотроникс» узнают, что ничто не спасет их от длинных рук шариата. Таков был контекст. Те два удара мечом могли означать начало конца Дубая. Вот только Меганет никакой контекст не волновал. Эту многоглазую тупую тварь волновал исключительно ивент. Она сможет на него таращиться, а потом превратиться в хор лягушек, квакающих, что очень хорошо, когда империалисты наконец поймут, что получили по заслугам. Лягушки поквакают полчаса, а потом будет другой ивент. Увы, Норберт ничего не мог с этим поделать. Он мог лишь накормить тварь и надеяться на свои сколько-то там мега-заходов, а потом аукцион. Он мог заработать и уехать из Дубая, прежде чем ему придется красть понтон и выплывать в Персидский залив. Город он знал, так что мог идти кратчайшим путем, проталкиваясь сквозь азиатско-арабскую толпу. Впрочем, до Миносиахи невозможно было не добраться. Гигантские небоскребы, уходящие в раскаленное небо, были видны отовсюду. Люди вокруг о чем-то взволнованно и испуганно переговаривались, оживленно жестикулируя или куда-то поспешно шли в разных направлениях. Наверняка работавшие по контракту инженеры, биотехнологи и программисты, еще десять минут назад уверенные, что выиграли счастливый билет и беспокоившиеся лишь о том, как спасти свои заоблачные зарплаты от ошалевших от жадности европейских налоговых служб. Теперь же они хотели только одного, как можно быстрее исчезнуть с улиц. Норберт свернул в сторону набережной, стараясь идти быстро, но не настолько, чтобы выглядеть чересчур нервно. На всякий случай он включил записи, теперь смотрел на мир сквозь мозаику маркеров, значков и дождь интерных буквок, информировавших его о разнообразных параметрах. Все это действовало успокаивающе, хотя выводить ничего не требовалось, аппаратура поддерживала автоматический режим и сама беспокоилась о свете, балансе белого, глубине резкости, матрице и параметрах звука. Норберту оставалось лишь смотреть, помня о том, чтобы не сопеть и не слишком дрожать. Вот только мир, украшенный всеми этими маркерами, становился безопаснее, превращаясь в фильм, объект, предмет работы, почти столь же не опасный, как просматриваемый в плеере Меганета. Он вышел на залитую жутким сиянием набережную, среди унылых пальм, со свесившимися пучками сухих листьев и тянущихся вдоль нее когда-то роскошных бутиков, а теперь лавок с дешевым барахлом и подделками. У самого канала бродились неведомой целью два верблюда и несколько тощих кошек. Задача теперь заключалась в том, чтобы преодолеть трехсотметровую, извивавшуюся через весь город полосу воды. До ближайшего моста было слишком далеко. В течение долгой кошмарной минуты он беспомощно смотрел на покачивающиеся на воде яхты с развернутыми, словно чернокрылые бабочки, с солнечными батареями, на рыбацкие лодки, разваливающиеся экскурсионные кораблики, переделанные в ночлежки, и ничто не предлагало решения. Он уже был готов прыгнуть в покрытую радужными пятнами и дрейфующими в пене биоразлагаемыми упаковками воду канала, когда увидел пену, который был в пене, пеструю крышу, сделанную из натянутых на каркас пластиковых полотнищ самого разного происхождения, и длинный черный корпус, заполненный людьми, абры. Водный трамвайчик уже отчаливал, когда Норберт подбежал к набережной и прыгнул прямо в толпу, размахивая платежным чипом. Абра испустила облако голубоватых выхлопных газов и, трахтя своим небывалым, нарушающим все принципы глубокой экологии двигателем, отошла от набережной, устремив узкий корпус к другому берегу, прямо в сказочный хрустальный лес небоскребов Миносиахи, выглядевших словно с чужой планеты. На забитой людьми палубе все разговаривали по телефону. Владельцы амнифонов и планшетов говорили что-то в пространство с отсутствующими лицами переживающих видения анахаретов, менее состоятельные болтали в смарт-часы и даже допотопные склеенные лентой смартфоны. Молчал только Норберт. Залитый потом в прилипшей к спине рубашке в окружении гортанной смеси десятков разговоров, в которых то и дело проскакивали отдельные знакомые слова. Пять. Правительство. Интересы. Боевики. Опасный. Европа. Израиль. Смерть. Сирия. Пакистан. Бомба. Плохо. Издалека, со стороны шейх Зейтроуд, внезапно раздался резкий треск. Сухой, будто электрический разряд звук, вмешавшийся в гул разговоров, заглушил громохание двигателей и вскоре вернулся, отразившись от небоскребов на другом берегу. А потом раздался еще один, неотличимый от предыдущего. На несколько секунд разговоры стихли, а затем возобновились с удвоенной силой. Норберт в точности знал, что это за звук, поскольку уже несколько раз в жизни его слышал. АК-50К на жидком топливе. Русское, простое и дешевое в использовании оружие. Снова раздались длинные автоматные очереди. Чтобы запугать. Это выглядело вовсе не как короткий агрессивный лай в огневом столкновении, когда автоматы общаются нервными полными ярости фразами, перебивая и перекрикивая друг друга, словно поссорившиеся любовники. И такое он тоже уже когда-то слышал. Он смотрел в ту сторону, сделав максимальное приближение, но ничего не было видно. По крайней мере, ничего особенного. По всему городу разнесся вой полицейских сирен, но вдали. А позже — низкий гул и свист компрессора. Квадрокоптер. На четырех турбовинтовых двигателях наверняка военная супермангуста. Взглянув вверх, он увидел лишь раскаленный купол неба, пеликанов и чаек. А потом издали донесся глухой удар, превратившийся в песклявый рев разъяренного дракона, а затем грохот, будто внезапно раздался гром. И мгновение спустя — еще раз. Этот звук тоже был ему знаком. ОРГ-25 «Факел» — универсальный ракетный гранатомет системы «Стреляй и забудь». Орг-26 «Факел» — универсальный ракетный гранатомет системы «Факел». Продолжение следует...